Дедпул 3 Дедпул 3 Дедпул 4 А это значит что? Это значит, что Дедпул 3 соберет прекрасную кассу и Дедпул 4 обязательно выйдет. Причем вполне возможно в самое ближайшее время. У Марвел остались слоты на 26 год. И есть мнение, что вместо сомнительных черных Пантер 3 новое руководство Дисней выберет как раз Дедпула 4. Ура, товарищи! Даже супергерои с их исцеляющим фактором иногда страдают от болей в спине Еще больше неудобств боль и спазмы доставляют обычным людям Многие из которых сидят на таблетках и уколах или же привыкают жить с болью Терпеть боль в спине опасно, тем более есть доступный и эффективный способ справиться с нею Это уникальные аппараты Cordus и Sacrus Их действие основано на принципах мануальной терапии и безопасно даже в хронических случаях Ведь давление аппарата ограничено весом человека Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 30 мм Что снимает спазм, а следовательно и боль Аппараты Cordus и Sacrus эффективны в борьбе с межпозвонковой грыжей, протрузией, ущемлением седалищного нерва, сколиозом и другими патологиями Новый аппарат Cordus Vibro с режимом вибрации помогает от боли даже в запущенных случаях и улучшает сон А другая новинка Sacrus Physio с микротоковой стимуляцией устраняет боль в области крестца и таза Одновременное использование аппаратов Cordus и Sacrus повышает эффективность лечения на 40% А если за месяц они не помогут, производитель вернет вам деньги Впрочем, за 10 лет возврат составил менее 2% Это из более 250 тысяч купленных аппаратов Переходите на сайт cordus.ru по ссылке в описании Или сканируйте QR-код на экране и используйте промокод GEEK24 на скидку 10% Заказывайте аппараты и будьте здоровы! Ну а если чуть конкретней, по сборам аналитики обещают Дэдпулу и Росомахе от 200 до 239 миллионов долларов В первый уикенд, и это только в США По миру, учитывая одновременный выход в Китае, фильм легко может срубить полмиллиарда одним махом Это будет не просто рекордом для фильма с рейтингом R, но и рекордом со времен Нет пути домой Даже эра Альтрона собирала меньше, и это снова аргумент в копилку мгновенного Дэдпула 4 А быть может гулять так гулять и силы Икс В свое время после Дэдпула 2 Райан Рейнольдс в интервью Geek Movies говорил, что следующий проект, о котором он мечтает, это Сила Икс И по иронии, прямо сейчас такой фильм зайдет чуть ли не лучше, чем это планировалось в 2018 году Ведь тогда не было ни Хью Джекмана, ни связи с киновселенной Марвел А сейчас в Силу Икс можно запихнуть и Джекмана, и Джоша Бролина, и Колосса, и кого только душе угодно В отличие от того же Нет пути домой, Дэдпул и Росомаха не ощущаются кульминацией чего-либо Скорее напротив, фильм видится началом большой и успешной карьеры Рейнольдса в Марвел В отличие от Криса Эванса, Рейнольдс еще не успел наиграться с болтливым наемником В отличие от Дауни-младшего, еще есть куча историй о Дэдпуле, которые можно рассказать В отличие от Шан-Чи и всей четвертой фазы, Дэдпул это тот персонаж, который вызывает хайп и неподдельный интерес И в отличие от старой гвардии Марвел, никто из вселенной Дэдпула не вертит нос от роли Бролин, Джекман, Зази Битц, Стефан Копичич, Допиндер и буквально весь актерский состав В каждом интервью кричат, как были бы рады вернуться Так почему нет? Да, Дэдпул теперь будет жить в киновселенной Марвел Но ведь от этого поиск членов Силы Икс становится еще веселее Можно представить веселые истории альтернативных версий персонажей И сколотить команду уровня Мстителей, да еще и состоящую из мутантов, что сейчас Марвел было бы как нельзя кстати Следующая сага так и вовсе будет людям крестик посвящена И вполне можно начинать прогрев на нее прямо сейчас В общем, все эти новости заставляют нас ставить на то, что Дэдпул 4, Сила Икс или другой проект с Райаном Рейнольдсом будет разрабатываться в спешном порядке и выйдет еще раньше Мстителей 5 Ну а еще одна забавная деталь, связанная с Дэдпулом, это Блейд на одном из новых кадров из фильма И это просто уморительно, ведь на фото засветился не Махершала Али и не Уэсли Снайпс, а кто-то очень похожий на Кирка Джонса Именно этот актер играл Блейда в сериале 2006 года Да-да, о Блейде был сериал, прикиньте Причем в создателях там числился партнер Кристофера Нолана, Дэвид Гойер А в композиторах знаменитый Рамин Джавади, написавший музыку к Игре Престолов Сериал выходил на канале Spike TV и насчитывал аж 13 серий Правда, все не особо удачные Во многом потому, что с момента Блейда 3 Уэсли Снайпса прошло всего два года И многие ждали в роли именно Уэсли Многие, но не Райан Рейнольдс Ненависть Рейнольдса к Снайпсу давно стала легендой На съемках третьего Блейда, где появился Райан, Снайпс ко всем относился не очень Однако Рейнольдсу доставалось сильнее всего Дошло до того, что во время промо-тура Райан в прямом эфире заявил Что Снайпсу было плевать на всех остальных актеров и создателей фильма На что Уэсли посоветовал Рейнольдсу держать рот закрытым Потому что так он дольше проживет В общем, мы уже писали, что из-за этого всего В слухе о появлении Снайпса в Дэдпуле 3 верилось откровенно слабо Но ответ, похоже, найден В фильме будет Блейд, но не той версии, что мы все ждали И одному богу известно, как Рейнольдс пройдется по своему бывшему коллеге Уэсли Снайпсу и будет его высмеивать Ну или не станет, но весело-то будет в любом случае У Джеймса Ганна в офисе DC от таких новостей определенно траур Видя проблемы Марвел, фанаты смотрели на его вселенную с надеждой Но теперь-то все вернулось на круги своя Хотя Ганн старается как может Съемки Супермена от Джеймса близятся к рекорду продолжительности Фильм начал работу 29 февраля 2024 года А закончатся съемки аж в июле Это ощутимо больше, чем в среднем по Голливуду И намекает, что масштаб событий нас ждет могучий Прикоснуться к нему мы сможем 25-28 июля на Комик-Коне в Сан-Диего Там выйдет куча трейлеров И Супермен наверняка будет в их числе Есть надежда, что там представят и нового Бэтмена Но здесь все немного мутнее Пару дней назад в сети пошли слухи, что Ганн нашел темного рыцаря для своей вселенной Но Джеймс все опроверг и заявил, что пока кастинг даже не начался Соответственно, даже для слухов о кандидатах пока рановато И не факт, что до июля Ганн с кастингом управится Что, наверное, хорошо, ведь режиссер на 200% сосредоточен на Супермене И напротив, вообще никак не лезет в Бэтмена Мэтта Ривза Там Джеймс подтвердил, что не имеет власти над проектом и участия в нем не принимает Новый босс DC лишь дал понять, что в курсе, что работа кипит и фильм будет сам по себе Прямо как Веном 3, который после Мадам Паутины даже Сони пытается задвинуть подальше от собственной вселенной Ведь трейлер фильма Тома Харди установил рекорд, набрав 30 миллионов просмотров всего за неделю Это даже больше, чем у второй части мультфильма через вселенные И если вы все еще не верите, что Сони слезет с такой дойной коровы, как Том Харди, то это вряд ли Босс Сони Том Ротман, говоря о Веноме 3, как бы невзначай отметил, что фильм станет последним фильмом с фокусом на персонажа Тома Харди Ни единого слова о прощании с актером, героем или вселенной босс Сони не проронил В общем, все, как мы и говорили в прошлых видео Веном о том играть продолжит, и вопрос только в какой вселенной Сам Харди наверняка хотел бы в Марвел Оттуда, что не новость, то разрывная Стало известно, что действия фильма о фантастической четверке преимущественно будут разворачиваться в космосе Это то, чего не хватало прошлым фильмам И жирный намек на замену Стражам Галактики в киновселенной В комиксах четверка и правда подолгу находилась в космосе И в свете двух прошлых версий команды Уйти с Земли это логичное решение Будем надеяться, покажут и негативную зону, и настоящего могучего Галактуса Вторая небольшая, но очень приятная новость Возвращение драк, снятых одним кадром в сорвиголову Об этом рассказал Чарли Кокс, намекнув, что пересъемки и новый курс проекта вернули его к истокам Netflix Сам актер, к слову, влип в смешную историю, которую и скандалом-то не назовешь Чарли подписал для девушки комикс о сорвиголове Сфотографировался с ней и завирусился в соцсетях Некоторым показалось, что Кокс лысеет И актеру посоветовали пересадить волосы Все зашло настолько далеко, что даже вставшие на защиту Чарли фанаты Взгрустнули от мысли, что первый сезон «Сорвиголовы» вышел 10 лет назад И бодренькому Коксу уже 41 год Очень хочется надеяться, что он успеет пошуметь в Marvel, пока возраст позволяет Начать можно хотя бы с интервью, ведь здесь очень интересные новости Marvel официально запускает свой собственный подкаст Уже заявлено появление в нем Кевина, Файги, режиссеров, актеров и просто близких киновселенной людей Первый эпизод выйдет 26 июня, и с этого момента новые серии будут каждую среду Официальный анонс обещает закадровые истории, инсайды, новости и сюрпризы прямо на сайте Marvel и всех доступных платформах Вообще делается это в рамках более глобального присутствия франшизы в соцсетях И Disney заявила, что подкаст — лишь один из способов общения с фанатами До этого официальные аккаунты Marvel публиковали разве что трейлеры и анонсы Но теперь, судя по всему, нас ждет больше контента напрямую из дома идей Мы, разумеется, будем делать краткие выжимки каждую неделю Так что не забывайте поставить колокольчики и включать свои уведомления Ну а завершим интересным слухом, снова связанным с Томом Харди В разборе трейлера мы говорили, что самый логичный персонаж для завершения истории Венома — это бог симбиотов Налла Но есть проблема как в масштабе противостояния, так и в том, что Налл для одного Тома Харди слабоват Последний слух ставит все на свои места Потому что некоторые инсайдеры твердят, что за Веномом 3 нас ждет большой кроссовер от Sony В котором бог симбиотов Налл выступит злодеем уровня Таноса А фильм вернут всех персонажей многострадальной вселенной И, конечно же, кого-то из Человеков-пауков Вообще, идея не такая смешная, как кажется Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд со своими персонажами по-прежнему находятся в собственности Sony Есть крепкий Веном, возможно, будет крепкий Крейвен Добавить пару-тройку других персонажей — и вуаля Заявка на могучий кроссовер оформлена Да и Голливуд помнит множество историй, когда после провальных фильмов актеры реабилитировались Тот же Райан Рейнольдс и его Дэдпул — ярчайший пример Он был мемом не хуже Морбиуса, но получил второй шанс и проявил себя Вот и Sony, возможно, плюнет на потуги сплюсти киновселенную И сразу вывалит большой кроссовер, который при хорошем сюжете и исполнении имеет все шансы на успех Посмотрели бы такое кино? Оставляйте свое мнение в комментариях А у нас пока все До новых встреч, друзья!